В свете все идет то в гору, то под гору, то под гору, то в гору. Мне уже выше не подняться! Говаривал колокольный сторож Оли. В гору, под гору, под гору, в гору, это всем приходится испытать! Под конец же все мы, в сущности, становимся колокольными сторожами, смотрим на жизни вещи сверху вниз! Так говаривал мой приятель Оли, колокольный сторож, веселый, славоохотливый старик. Казалось, у него что на уме, то и на языке, но он много чего таил у себя на душе. В происхождении он был хорошего, поговаривали, что он сын важного чиновника, или мог бы быть им, он получил образование, побывает помощником учителя, потом помощником Пономаря, но толку из того не вышло. Оля жил у Пономаря на всем готовом, а он был в те времена еще молод и любил таки щегольнуть, как говорится, но вот, он и требовал для своих сапог Гленцваксы, а Пономарь отпускал ему только простую смазку, оттого они и не поладили. Один заговорил о скупости, другой о суетности, Вакса стала черной причиной их ссоры, и они расстались. Но требования Леоли остались те же, он и от всего света требовал Гленцваксы, а получил всегда только простую смазку, вот он и ушел от людей, сделался отшельником. Но отшельническую килью, да еще с куском хлеба, можно найти в большом городе только на колокольне. То-да-то изобрался Оля и прохаживался по вышке один-одинешенник, покуривая свою трубочку. Глядел он вниз, глядел и вверх, и рассказывал о том, что видел и чего не видел, что прочел в книгах и что в своей душе. Я часто снабжал его книгами, только хорошими, скажи, с кем водишься, и я скажу, кто ты таков. Оля не любил назидательных английских романов, не любил и французских, состряпанных из ветра и изюмных стебельков. Он просил у меня описания жизни людей и чудес природы. Я навещал Оля по крайней мере раз в год, обыкновенно вскоре после Нового года, в это время у приятеля моего всегда находилось о чем поговорить, всегда было в запасе что-нибудь такое, имеющее связь с переменой года. Расскажу здесь о двух посещениях, стараясь, по возможности, держаться собственных слов Оли. Посещение первое... В числе книг, данных мною Оли в последний раз, была одна о лунах, она-то особенно и понравилась ему. 1- Вот чей юбилей следует отпраздновать, юбилей валунов! 3Сказал мне Оля. 1- А мимо них проходят, даже не замечая их! 2Я сам так делал, гуляя по полю и по берегу, где их лежат сотни. 2На мостовой же эти остатки седой старины равнодушно попираются ногами. 4И я делал тоже. 9Но теперь я смотрю на каждый камень мостовой с глубоким почтением. 9Спасибо за эту книжку! 9Она овладела моим вниманием, освободила меня от старых предрассудков и привычек и возбудила желание прочесть побольше таких книг. 9Роман Земли все-таки интереснее всех романов. 9Жаль только, что нельзя прочесть первых его глав, они написаны на таком языке, которому мне учились, приходится читать по слоям, 9кремниевым пластам различных земных периодов, а действующие лица, Адам и Ева, появляются только в шестой главе. 9Некоторым читателям такое появление кажется несколько запоздалым, им подавая живых лиц в самом начале земного романа, но о мне все равно. 9Да, вот роман со сказочным содержанием, и все мы выведены в нем. 9Мы барахтаемся, копошимся, ползаем и, все не с места, а шар-то вертится себе да вертится, не выливая на нас океана. 9Корка, по которой мы ходим, твердо, так что мы не проваливаемся, и вот роман тянется миллионы лет, а продолжение все впереди. 9Спасибо за книгу о валунах! 9Вот молодцы! 1Умея не говорить, они бы рассказали кое о чем. 9Право, забавно это, сидя тут, на вышке, превратиться в нуль, вспомнив, что все мы, со всей нашей Глинцваксой, орденами, 2движением вперед, только минутные муравьи на земной куче. 9Да, чувствуешь себя таким молокососом в сравнении с этими миллионолетними валунами, что просто неловко становится. 9Я читал книгу как раз под Новый год и так углубился в нее, что позабыл доставить себе обычное удовольствие, поглядеть, как, мчиться на маму. 9Магерь Дикая Орда. 9Да, вы то, пожалуй, об этом и не знаете. 9О полете ведьм на шабаш знают все, это бывает в Иванову ночь, и слетаются они на горы Бракен. 9Но у нас бывает свой, туземный и современный, шабаш на Амагере в ночь под Новый год. 9Все плохие поэты и поэтесы, музыканты, журналисты и другие никуда не годные артистические величины мчатся в ночь под Новый год по воздуху на Амагер, 9летят они верхом на кисточках или гусиных перьях, стальные не годятся, слишком твердые, не гнутся. 9Я, как сказано, смотрю на путешествия Дикой Орды каждый год и многих из путешественников мог бы назвать вам по именам, не стоит только связываться. 9Им смерть не хочется, чтобы люди знали об их ежегодном ночном путешествии, верхом на перьях, на Амагер, но у меня есть одна дальняя родственница, 9торговка рыбой и поставщица бранных слов в три уважаемые газеты как она говорит, и она раз присутствовала на таком шабаше в качестве гостя. 9Ее принесли туда, так как сама она не держит в руках пера и верхом ездить не умеет. 9Так вот, она-то мне обо всем и рассказала. 9Половина из ее рассказов, ложь, но и остальной половины довольна. 1Начался праздник песнями, каждый из гостей написал свою и пел свою, она ведь была лучше всех. 9Да и не все ли равно? 9Все пели на один лад. 1Затем, труженики языка, маршировали небольшими кучками. 9Тут были и звонари, что звонят по домам, и маленькие барабанщики, что барабанят в семействах. 9Потом те, кому нужно было, познакомились с песаками, что пускают свои статейки без подписи, чтобы смазка могла сойти за Глентсваксу. 9Между ними был палач и его подручный, подручный то и был самым резким на язык, иначе на него не обратили бы внимания. 9Был тут и мусорщик, который вываливал из ящика мусор, приговаривая, 9хорошо, очень хорошо, замечательно хорошо. 9В самый разгар, веселье, из помойной юмы вырос стебель, дерево, чудовищный цветок, огромный гриб, целая крыша, это была, елка, 9честного собрания, на ней было навешено все, что они в продолжении старого года дали миру. 9От нее сыпались искры, словно блуждающие огоньки летали, это были заимствованные мысли и взятые на прокат идеи, которыми участники веселья 5пользовались, теперь они освободились и взлетели на воздух фейерверком. 9Началась игра в, жгут горит, поэтики же играли в, сердце горит, краснобай сыпли остротами, иначе они не могут,, и остроты гремели, 9точно разбивались о двери пустые горшки или горшки злые. 9Ужасно весело было, по словам моей родственницы. 9Собственно говоря, она высыпала еще стрекор оба злых, но остроумных замечаний, но я не стану повторять их, надо быть добрыми людьми, а не критиками. 9Теперь вы поймете, что я, зная о таком празднике, не упускаю случая ежегодно, в ночь под Новый год, посмотреть, как мчится дикая орда. 9Иной год случается мне хватиться некоторых прошлогодних путешественников, зато прибавляется обыкновенное несколько новых. 9Нынешний ежегод я прозевал зрелище, катясь вместе с валунами через миллионы лет. 9Я видел, как они отрывались от скал севера, скатывались вниз, плавали на льдинах задолго до построения нового ковчега, падали в воду, 9погружались на дно и вновь подымались на поверхность вместе с песчаной отмелью, которая говорила, «Здесь будет Зеландия!», я видел, 9как эти камни служили седалищем для неизвестных нам пород птиц, троном для предводителей диких дружин, имен которых мы тоже не знаем, видел, наконец, 9как на некоторых из камней вырубили топором рунические знаки. 9Этим камням, таким образом, отведено место в счисление времени, зато сам я окончательно потерял всякое представление о времени, превратился в ноль. 9В это время с неба упали три-четыре прелестные звездочки, и мысли мои приняли другой оборот. 9Вы знаете, что такое падающие звезды? 9Ученые ведь этого не знают! 9Я смотрю на них по-своему! 9Как часто посылают люди тайное, немое спасибо человеку, совершившему нечто прекрасное, доброе, спасибо это беззвучно, но оно не пропадает даром! 9По-моему, это молчаливое, тайное спасибо подхватывается солнечным лучом, который затем и возлагает его на голову благодетели. 9Если же случается, что целый народ посылает такое спасибо давно умершему благодетелю, с неба падает на его могилу яркий букет, звездочка! 1И мне доставляет истинное удовольствие угадывать, особенно в ночь под Новый год, кому назначается этот благодарственный букет! 9В последний раз звезда упала на юго-западный берег, это было спасибо многим, многим! 9Кому же именно? 9По-моему, звезда, наверное, упала на крутой берег Флинсборгского залива, где веет Даниброк над могилами Шляпегреля, лисы, датские офицеры, 9павшие геройской смертью в первую датско-прусскую войну, 1848-1850, примеч Перев! и их товарищей! 9Потом раз я видел, как скатилась звезда в самую середину страны, в саре, на могилу Гольберга! 9Это было спасибо от многих читателей его дивных комедий! 9И что за великая, радостная мысль, сознавать, что на твою могилу скатится такая звездочка! 9На мою-то не упадет ни одна, ни один солнечный луч не принесет мне спасибо, ни за что! 9Мне не удалось добиться Глинцваксы, моя судьба, довольствоваться простой смазкой! 9Посещение второе... 9В первый день нового года я поднялся на колокольню, и Оля заговорил о тостах, которые осушаются по случаю перехода от старой, к анетели, 9как он назвал год, к новой! 9Тут я услышал от него историю о бокалах, и в ней была недурная мысль! 8Едва часы в ночь под Новый год пробьют двенадцать, люди встают с мест с полными бокалами в руках и пьют за здоровье Нового года! 9Год начинают с бокалами в руках, недурное начало для пьяниц! 9Начинают год тем, что ложатся спать, хорошее начало для лентяев! 9И сон, и бокалы действительно играют в течение года немалую роль! 9А знаете вы, что в бокалах? 9- Спросил меня Оля. 9- В них здоровье, радость и веселье! 9Но в них же злополучие, и величайшее несчастье! 9Считая бокалы, я, конечно, подразумеваю степень опьянения. 9Вот первый бокал, бокал здоровья! 9В нем растет цветок здоровья, посади его в своем доме, и к концу года будешь сидеть в беседке здоровья! 9Возьмете второй бокал, из него вылетает птичка, она невинно радостно щебечет, человек прислушивается и невольно подпевает ей, 9- Жизнь прекрасна! 9Не надо вешать носа! 9Смело вперед! 9Из третьего бокала вылетает маленькое крылатое существо, ангелочком его назвать нельзя, он из породы домовых, но не издевается, а только шутит. 9Он прильнет к уху человека и начнет нашептывать забавные выдумки, уляжется у его сердца и так согревает его, что человеку хочется шалить и острить, 9и он действительно становится остряком, по мнению других таких же остряков! 5В четвертом бокале нет ни цветка, а птички, ни крылатого шалуна, в нем черта, проводимая разумом, и за нее никогда не следует переходить! 9Если же возьмешь пятый бокал, заплачешь над самим собою, растрогаешься или, наоборот, расшумишься, 9из бокала выскочит с треском принц карнавал, невоздержанный на язык, шальной! 9Он увлечет тебя, ты забудешь свое достоинство, если оно у тебя есть! 9Забудешь многое, больше чем можешь и смеешь! 9Пляска, пение, звон бокалов! 5Маски увлекают тебя в бешеный вихрь! 9Перед тобой дочери сатаны в газе и шелке, с распущенными волосами, стройные, красивые! 9Оторвись от них, коли и сможешь! 6ШЕСТЫЙ БОКАЛ! 5В нем уж сидит сам сатана, прекрасно одетый, красноречивый, привлекательный, в высшей степени приятный человечек! 9Он вполне понимает тебя, находит, что ты прав всегда и во всем, он, твое второе, я, он является с фонарем, чтобы проводить тебя во своясье! 9Да, в одной старой легенде рассказывается о святом, который должен был выбрать один из семи смертных грехов и выбрал, как ему казалось, наименьшей, пьянство, 9но благодаря ему впалыва все остальные! 3В шестом бокале кровь сатаны, смешанная с человеческой! 9Только выпей его, все дурные семена, что прячутся в твоей душе, пустят ростки и каждая разрастется, подобно евангельскому горчичному зерну, 9в целое дерево, которое может покрыть своей тенью весь свет! 9Большинству людей остается после этого только отправиться в переплавку! 8Вот вам история бокалов! 9- Заключил Оля! 9- Ее можно подавать под соусом из глинцеваксы, из простой смазки! 9Я подаю ее под обойми! 9Это было мое второе посещение Оли, захочешь послушать еще, придется продолжать посещение, семь лет спустя, 1868 г. 9Автор и написал такое продолжение под названием, День Переезда, сказка эта будет помещена в, собрание, на своем месте! 9- Примеч! Перев!